Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. В Санкт-Петербурге прошли секретные прокаты, где Туктамышева показала свою идеальную форму. Что происходит с Софьей Самоделкиной? Сможет ли она вернуться в форму прошлого сезона? Ну а теперь обо всем по порядку. Софья Самоделкина была фаворитом первенства Москвы, но не попала и в десятку. А главным открытием турнира стала новая ученица Плющенко Зинина. Юные российские фигуристки остались без этапов Гран-при во Франции из-за пресловутых ковидных ограничений. Но это совершенно не мешает им доказывать свое превосходство над иностранными соперницами, пусть и заочно. Достаточно знать, что победительница первого этапа Гран-при в Куршавеле американка Линдси Торгрен на первенстве Москвы не попала бы и в топ-5. И это при том, что на турнире отсутствовали ведущие юниорки из группы Тутберидзе. Но, к сожалению, самый важный итог турнира окрашен в мрачный цвет. Абсолютный фаворит первенства Софья Самоделкина откровенно провалилась. Фигуристка, недавно бросавшая вызов ученицам Тутберидзе, сейчас сыплется на глазах. Что же происходит с одной из главных надежд российского фигурного катания? Первенство Москвы среди юниоров прошло на тренировочном катке Арена Мегаспорт и было закрыто для болельщиков и журналистов. Об этом наверняка пожалел Евгений Плющенко, чьи ученицы выдали мощное начало сезона. Лидером среди девушек стала Анастасия Зинина, присоединившаяся к Ангелам в мае этого года. В произвольной программе фигуристка зашла на два четверных тулупа и, хотя с небольшими недокрутами, приземлила их. Учитывая, что на контрольных прокатах юниорской сборной России Зинина исполнила всего один элемент ультра-Си, можно сделать вывод, что спортсменка удивительно быстро прогрессирует. Самая сложная, произвольная, исполненная без грубых ошибок помогла ей отыграть отставание после первого дня турнира и подняться на вершину пьедестала. Заметна работа Насти и над презентацией программы. В произвольной под музыку из фильма «Красная скрипка» она выглядела очень органично. Красивое вращение, длинные линии, неплохие дорожки шагов – все это заслуживает высоких баллов за компоненты. Не менее впечатляющим получился прокат и в короткой программе, где Зинина танцевала под композицию, выбранную специально Евгением Плющенко. Музыку для короткой программы «Форс Майерни» греческого композитора «Стоматиса» с «Панудакиса» я нашел сначала для себя, для показательного номера в шоу. Эта композиция мне настолько понравилась, что сразу запала в душу, и я сказал спортсменам, кто будет хорошо кататься, тому эту музыку отдам. Настя Зинина как раз стала хорошо кататься и получила подарок. У Насти интересный образ в этой программе. Она птица, которая мечтает летать, парить, но у нее проблемы с крылом, это ее мучает. И этот момент можно здорово обыграть в современной хореографии, и мы это доделаем, больше оттеним. В конце программа птица избавляется от недуга, начинает летать. Красивая история. Для Насти это новый образ, скажем так, масштабный пласт. И нужно время, чтобы все получилось, делился впечатлениями о новой программе Плющенко. Порадовала и другая ученица Евгения Викторовича, Софья Титова. Даже без четверных ей удалось подняться на пьедестал. Между двумя подопечными Плющенко оказалась Мария Захарова из Хрустального, упавшая из четверного тулупа. Несмотря на громкое название школы, Маша занимается не у Итери Тодуберидзе, а у своей мамы Анны Царевой, некогда приводившую Анну Погорилу на пьедестал чемпионата мира. Фигуристку отличает необычайная стабильность. На тройных прыжках она практически никогда не ошибается. Тем не менее, и Маша, и ее тренер понимает, что на данный момент фигуристки без элементов ультра-си считаются не конкурентоспособными. Поэтому Анна Владимировна буквально настояла на разучивании четверного тулупа. Тройные классно, в каскаде еще лучше, но без четверных чистый туризм, говорила Царева и была права. На первый взгляд необычно выглядит отсутствие среди призеров подопечных Тодуберидзе, но лидеры этого поколения Софья Акатьева и Аделия Петросян турнир пропускали, а 12-летняя Алиса Двоеглазова уступила более взрослым оппоненткам из-за сорванных четверных произвольной недостатка опыта. Главным же разочарованием соревнований стала Софья Зумоделкина, безусловно талантливая и перспективная фигуристка из ЦСКА, претендующая на лидерские позиции в самом ближайшем будущем, откровенно провалилась. В короткой программе Софья упала с тройного Акселя, из-за чего потеряла каскад. Произвольно же она его не докрутила, ровно как и четверной Сальхов, который был понижен до тройного. Кроме того, фигуристка сделала бабочку на втором кваде и не смогла правильно выполнить одно из комбинированных вращений. Усугубляет ситуацию то, что пару недель назад на контрольных прокатах она тоже смотрелась не лучшим образом. Гуристка, когда-то бросившая вызов, ученицам Тутберидзе буквально сыплется на глазах. Еще никогда Самоделкина не показывала такого плохого результата. Менее 170 баллов она набирала только 5 лет назад, когда соревновалась в группе младшего возраста. Конечно, еще рано делать окончательные выводы, но готовность спортсменки вызывает вопросы. Не хочется сгущать краски, но вполне вероятно, что спортсменка переживает трудности переходного периода в организме. И остается надеяться, что этот кризис не будет стоить ей карьеры и не помешает раскрыть по-настоящему огромный потенциал. Эта девочка буквально живет фигурным катанием. Интригующими оказались и прокаты юниоров. Первые два места заняли армейцы Лев Лазарев и Григорий Федоров. Оба фигуриста поставили на стабильность и обошлись только тройными прыжками, включая удачные попытки тройного акселя. 11-летний Лазарев показал удивительно артистичное катание, а Федоров, недавно перешедший в Федландию с Колобской, удивил быстрым прогрессом в технической части. В отличие от соревнований девушек, у мальчиков команда Тутберидзе выставила лучшие силы, но результат оставил желать лучшего. Тяжело выглядели Марк Лукин и Николай Колесников, совершившие в произвольной программе по несколько падений. На их фоне выгодно выделялся Арсений Федотов, но и он был небезупречен. Стэп-аут на тройном акселе, бабочка на тройном луце и отказ от одного из каскадов. В Санкт-Петербурге на неделе прошли закрытые прокаты местной сборной и прошли на сверхвысоком для конца августа уровне. Можно сказать запредельным, довольны и тренеры и судьи. Давно таких чистых прокатов здесь в этот период времени не видели. Оно и логично, когда начинаются дожди, хочется спрятаться на катке и тренироваться. Прокаты прошли в закрытом формате, но кое-что все-таки узнать удалось. Из существенного Каледа два раза откатал произвольную программу под список Шиндлера. По информации это связано с тем, что тренерский штаб и фигурист пока не определились с короткой. Она собрала неоднозначные отзывы, в том числе и в интернете. Окончательное решение, судя по всему, на счет нее не принято, так что перед Челябинском остается интрига. Тем не менее, оба проката были хорошие, без заметных ошибок. Каледа может быть не в оптимальной форме, но если в такой форме он делает все чисто, это означает прогресс. Елизавета Туктамышева тоже откатала все чисто. Все аксели были сделаны, только на втором трикселе закрутилось в тройке. Причем ничто не мешало выехать, любит она излишне подстраховаться иногда. Сам прыжок был очень хороший и технически правильный. Как и все остальное, итог каскад тройной аксель-двойной тулуп, тройной аксель, тройной лутс-двойной аксель, тройной флип, двойной аксель-ойлер-тройной сальхов, тройной лутс-тройной риттбергер. Все чисто, ну кроме упомянутого второго тройного акселя. В отличной форме, поджарая, с красивыми атлетичными ногами. Программа восточная, одновременно с таким молодежным уклоном. Просто супер. Отменное владение коньком, музыкальным материалом, много подчернутых акцентов. Лучшее катание в карьере. Это реально десятки и около того, если бы не та ошибочка на трекселе. Можно прогрессировать и в почти 25 лет, если быть настоящим спортсменом. В короткой программе она выступала в бордовом платье, в произвольное – зелено-золотистое. В олимпийский сезон она входит в идеальной форме, и если гонка за Олимпиаду проходила бы в режиме онлайн, то 24-летняя фигуристка по состоянию на конец августа была бы фаворитом. По крайней мере, и плюс 4, плюс 5 ГУЕ, и компоненты в районе девяток она заслужила. Лут, столуп, сольный флип, вообще все прыжки были исполнены чисты, хотя кое-где Токтамышева облегчает контент. Попытки тройного акселя были у Марии Дмитриевой и Анастасии Гуликовой, но менее удачные, чем у императрицы. Также чисто свои программы откатали Евгений Семененко, Андрей Мазалев и Петр Гуменник. Интересно, что мужчины показали очень высокий уровень и в короткой, в принципе, все откатали чисто. Это резко контрастирует с тем, что мы увидели на неделе на юниорском первенстве Москвы, где более молодые поколения не справлялась даже с простыми прыжками. Семененко по сложности не менял свою программу и прыгает через четверные тулупы сальхов, но они стали лучше, как и катание, это отражено в судейских оценках. Контент, в принципе, никто не усложнял. У Гуменника был только один четверной, у Мазалевой и Криды два различных четверных, один с повтором. В прокатах также участвовал Андрей Лазукин и даже сделал четверной, учитывая восстановление после тяжелой травмы. Это уже достижение. Очень сильно он выступил в короткой, получив высокие баллы в районе личного рекорда. Продолжение следует...